Приветствую Вас! Мне бы хотелось начать ответ на Ваш вопрос с описания сторон, описания подходов к нему. Сначала скажем так, если Вы будете у своего ребенка сейчас акцентировать внимание на плохих оценках, это его еще больше замкнет в себе, к сожалению. То есть мало того, что над ним весь класс смеется, так еще и, значит, Вы не понимаете его, ругаете и по сути дела тоже не воспринимаете таким, какой он есть. Это первое. Второй момент заключается в том, что Ваш ребенок, являясь подростком, переживает сейчас острую потребность в принадлежности группе. Как и любой подросток, он сейчас пытается быть частью чего-то целого, частью какой-то группы. И, соответственно, для него в этом возрасте едва ли не принципиально важно ощущать, что он такой же, как все. И ребенок, если Вы ему не будете объяснять, чем, например, руководствуются дети, когда смеются над ним, если Вы не будете принимать его такое поведение, такую результативность спокойно, доверительно, с пониманием, он будет еще больше замыкаться в себе. Значит, Вам нужно, во-первых, понять, с какого момента он начал так себя вести. С какого момента он начал быть молчаливым и замкнутым? Молчаливость и замкнутость означают, что мальчик не имеет возможности считать, что есть кто-то, кто его поймет, считать, что есть человек, который может его принять, поддержать, выслушать и дать ему адекватную обратную связь. Очень важно, чтобы Вы постарались понять, насколько развиты у сына социальные связи в школе. Есть ли у него друзья? Есть ли у него товарищи? Или он, как бы, ну, держится в стороне? Если он держится в стороне, значит, вполне вероятно, он не уверен в себе. И Вам, тем более, если у него есть неуверенность в себе, просто необходимо вести себя с ним доверительно, мягко и так далее. То есть, это не говорит о том, что Вы должны принимать его плохие оценки. Я понимаю, что Вам не нравится, что он получает двойки, тем более, что он лучше материал, но также я понимаю то, что если Вы будете от него требовать этого, то ничего хорошего из этого не получится. Важно расположить ребенка к Вам, важно, чтобы он начал с Вами общаться, но сперва на отвлеченные темы, сперва просто перестав чувствовать угрозу с Вашей стороны возможную из-за оценок, потому что Вы не пишете здесь о том, как Вы реагируете на его двойки, например. А потом постепенно, когда он перестанет чувствовать угрозу с Вашей стороны, потом постепенно с ним разговаривать на тему того, чего же он все-таки боится, чего же он все-таки опасается. И вот, это является основным моментом. Далее, поскольку речь идет о мальчике, то, скорее всего, речь идет и о мальчиках в классе, которые будут над ним смеяться. То есть, речь идет о узком, конкретно мужском поведении в обществе. И очень важно, понятно, здесь, что, скорее всего, ребенок не знает, как себя вести с этими ребятами, которые над ним смеются. Он не столько и нисколько не понимает, почему они так делают, хотя и это тоже. Сколько он не знает, как себя вести с ними. И, как это не парадоксально звучит, вы тоже не можете этого знать, потому что вы его мама. То есть, вы женщина. А ребенку нужен мужчина и мужской взгляд на ситуацию. Отсюда возникает вопрос к вам. Есть ли у сына отец? Если есть, в каких он с ним отношениях, как они общаются и так далее. Если нет, или общения недостаточно, то постарайтесь привлечь отца к общению с ребенком, чтобы тот своим поведением, своим авторитетом, если угодно, своей моделью поведения показал бы. Да, вы какие-то интуитивные мужские советы, чисто как мужчина мужчине, по поводу поведения в этой ситуации. Вы, как женщина, этого сделать не сможете в силу особенностей своего восприятия. Да, вы можете поддержать. Да, вы можете высказать ребенку какие-то взгляды на ситуацию. Да, вы можете лучше, вы можете помочь ему понять то, что происходит с ним. Но вы, как женщина, не можете дать четкой рекомендации, как себя вести. Потому что ребенок, даже если вас послушает, он будет все равно задавать, что вы мама, что вы не понимаете его. Тогда как отец всегда более близок к ним, ну, именно вот к таким ситуациям. Если отца нет по какой-то причине, то тогда нужно привлечь любого другого родственника, мужского пола, желательно не самого старого, чтобы он выполнил, возможно, делать ту же функцию, то есть ту же функцию по передаче ребенку, вашему сыну адекватной модели поведения в данной ситуации. Итак, еще раз, что самое главное из того, что я вам сказал. Значит, во-первых, отношение к сынкам и восприятие их вами. Второе, второе, донесение до ребенка, донесение до вашего сына причин, по которым дети над ним смеются. Формирование у ребенка в понимании того, почему так происходит, а также того, в какой группе он хочет принадлежать. То есть, какие групповые ценности для него сейчас важны, к чему он тяготеет, кем он хочет быть и так далее. Если речь идет о каких-то аспектах, в которых он неуверен в себе, и о которых он вам обязательно расскажет, если вы будете общаться с ним доверительно, но имейте в виду, что это займет какое-то определенное время на установку этого доверия. Если какие-то аспекты неуверенности в себе будут, то можно будет с этим как-то что-то сделать. То есть, например, записать ребенку в спортивную инфекцию, например, в клуб «Денигаборс» или что-нибудь в этом роде. Может быть, у ребенка стоит развивать интересы, то есть, то, что нравится лично ему, чтобы он за счет этих интересов формировал на себя уверенность в себе, а также, чтобы он в этих кружках, которые есть наверняка в школе, встречал тех людей, которые разделяли бы его интересы из клятв. Сейчас, когда ребенку только 11 лет, сделать это еще можно, но лучше было бы, если бы это был все-таки мужчина, потому что вы, как мама, можете его поддержать, вы можете что-то ему сказать, но ваши слова будут восприниматься, к сожалению, с некоторой осторожностью, потому что вы все же женщина, и подход у вас женский, он неплохой. Вы не подумайте, чего плохого. Он неплохой подход, но он женский. А в некоторых ситуациях он именно чисто мужской подход. И может быть, все проблемы вашего ребенка как раз в том, что у него взаимоотношения с отцом не складываются, то есть, нет у него модели мужского поведения. То есть, женское поведение у него есть, вот этот молчаливость, замкнутность, это присущие женщины, как бы, ну, девочкам присущие молчаливость, замкнут, да, в основном, а мальчикам присущие наоборот, такая более активная, да, вот такой, там, веселость, там, подвижность и так далее. Ложнего ребенка этого нет. Соответственно, я сильно подозреваю в нехватку мужского поведения на него. И вот это вам нужно компенсировать в первую очередь. Ну, в принципе, на этом, я думаю, можно закончить. Если все вот это вот вы сделаете, и все равно ребенок будет таким же, тогда можно говорить о том, чтобы попробовать обратиться вместе с ним к детскому психологу, для того, чтобы уже тот с ним, причем детский психолог, желательно мужчина, опять же, чтобы тот с ним поработал, установил доверительные отношения, и, может быть, в силу того, что ребенок ощутит себя взрослым с ним, ощутит себя вот в таком непривычном, ответственном амплуа, он раскроет ему свои проблемы и дело сдвинется в мертвой точке. Что касается того, что я делаю вам, я здесь уже, думаю, все рассказал, и вам осталось только начать применять эти рекомендации. На этом все. Если вам захочется еще о чем-то поговорить, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего доброго и удачи.